привет и добро пожаловать на мой канал обычно я не делаю такие видео но в январе я решила что мне есть чем с вами поделиться и весь месяц составляла список продуктов от которых я получала огромное удовольствие понятно что я пользуюсь им продуктами не весь месяц безостановочно то есть какие-то продукты были моими любимцами в первой неделе января какие-то последние но явно внесла в список только те продукты использование которых доставляла мне огромное удовольствие на протяжении более чем недели я не внесла в список фарео луну потому что здесь нет вообще средств входа только декоративная косметика и парфюма начнем с основы от которой я получала огромное удовольствие в этом месяце в многом потому вернее это не одна основа это комбинация основ и получала я огромное удовольствие от этого именно потому что мне удавалось получать нужный мне оттенок я в январе была довольно бледная и почти все мои тональные основы были для меня слишком светлыми и вместе с тем мне хотелось какого-то такого довольно плотного покрытия не хотелось биби крема и поэтому моими любимцами моим любимцам моя любимая основа была dior star у меня оттенок 0 20 и поэтому я получала огромное удовольствие от нее смешивая ее с это бодишоп по шейтед джазин дропс осветляющими каплями от the body shop я делала целое видео на работу этих капель так что где-нибудь оставлю ссылочку если вам интересно большой подспорь в этом оказывала вот такая вот палитра на которой это можно смешивать чтобы она не впитывалась в кожу в процессе смешивания и наносила я вот такой вот плоской кисточкой это моя любимая кисть для нанесения тональных основ достаточно плотных нелегких а следующее я очень была удивлена что это оказался мой фаворит но так случилось что я что для меня очень необычно три недели подряд красила ногти одним и тем же цветом лака обычно лак не надоедает концу недели и я его меняем то есть каждую неделю крашу ногти разным оттенком но тут я три недели подряд пользоваться одним и тем же цветом во многом потому что в декабре у меня сломалась пара ногтей очень глубоко отломалась и поэтому ногти были немножко разной длины остальные потрясу подрезать конечно же но не настолько сильно и поэтому я хотелось какого-то лака который не будет акцентировать сильное внимание на ногтях будет просто придавать ухоженность холеность ногтям красивый оттенок кстати вот он у меня на ногтях то есть такой неброский цвет это эссе вирджин орхид номер 22 так там выглядит ведь его довольно неплохо использовала вот этот оттенок лака я использовала три недели подряд что вообще невероятно следующий мой любимец был это средство для губ мои губы очень сохнут и при этом хочется хотелось точнее в январе имеет средства которые бесцветные которые не акцентируют внимание на губах которая позволяет выглядеть губам максимально естественно не накрашена и при этом его это красивыми что меня удивило в этом средстве это когда я вижу видела себя в зеркало то губы выглядели более объемными разглаженными очень красивыми но при этом это не не выглядели накрашенными то есть это скорее уход это масло для губ от кларанс у меня вот такое оно желтенькое видите сколько я его использовала за это время у него достаточно такой толстенький аппликатор еще мне очень нравится его аромат это очень приятно когда наносишь его на губы вдыхать этот аромат немножко медовый очень очень нравится я люблю запах меда она очень хорошо увлажняла губы очень хорошо ухаживала за ними и делала их очень очень красивыми при этом и можно было пользоваться на ходу на бегу где угодно в спортзал вообще замечательная вещь мне очень понравилось в начале месяца я очень сильно любила постоянно им такие вот estee lauder пурка nv номер четырнадцать магнатик рауз здесь зеркальце так вот они выглядят розовато сверкающие и они очень хорошо шли и в декабре тоже поверх красновато-оранжевых теней и вторые тени которые я очень любила во второй половине месяца я их носила на все подвижные века просто пальцами они лучше всего так работали это арт-деко glam кутюра и шаду такие вот они к сожалению это была лимитка и больше не выпускают дальше румяна пыталась пытаюсь продолжаю продолжаю заканчивать румяна точнее это пудра шоссей да она мне очень-очень давно трехцветная по моему сейчас ее тоже уже больше не выпускают а вот она выглядела здесь бежевый оттенок для контуринга бронзинга здесь очень белый светлый для осветления и румяна вот собственно румяна я и пытаюсь доиспользовать они мне доставляли большое удовольствие и были выбраны и в общем то потому что их нужно закончить вторые румяна которым я пользовалась в начале месяца большая часть это майкл корс такие вот они огромные большим огромным зеркалом так вот они выглядят флаж и также подавали ли моему лицу дополнительное сияние которого очень хотелось в начале января дальше для моих темных кругов корректор доставлял огромное удовольствие потому что благодаря ему я я не видела своих темных кругов они меня не расстраивали когда я случайно видела свое отражение зеркалах на улице то есть очень очень нравилось это benefit lemonade я его наношу на нижнюю часть века нам в район под глазами забыла еще одни тени которые меня очень радовали это набор четверки герлен новому их тоже перестали выпускать сожалению не уверена номер 15 для сабль так это не выглядел этим это темно пользовалась как подводкой и на складку вот этим вот подсвечивающий уголок глаза этим на все века ну и немножко этим на нижнюю часть глаза очень красивый макер с ним получается очень такой дневной повседневный на работу очень здорово было не навязчиво красиво легко не беспроблемно еще для глаз начале месяца очень любила карандаш белла пьера как ни странно это карандаш у меня попался в коробочке лук фантастика декабрьской когда я делала свое первое впечатление на него он как-то не произвел на меня какого-то вау-эффекта мне показалось что это ни о чем карандаш но как натуральная косметика но затем я его распробовала оказалось что им очень хорошо подводить тонко-тонко по ресничный край он очень хорошо там держится очень хорошо лежит не растекается не отпечатывается держится весь день и он не очень нравился дальше а еще один карандаш карандаш для слизистый это хайлайтер для глаз 3 в одном его он мне нравился потому что у меня от него не раздражались глаза от моих других мне они просто раздражаются болят чешутся и так далее так что да очень нравился это у меня оттенок жемчужно-золотистый и ресницы кто же комбинация продуктов как и основы это праймер эвелин 8 в 1 и тушь леволюм де шанель леволюм де шанель меньше отпечатывалась мне держалась практически весь день может быть часов час на 12 начинал отпечатываться но в общем это что очень хорошо без праймера она мне началась отпечатываться где-то на 7 8 час носки и к тому же этот праймер здесь уход за ресницами он называется концентрированная сыворотка для ресниц так что я верю что он делает еще какую-то пользу моим ресницам может быть они будут расти более пышными более длинными посмотрим и наконец парфюмы парфюмов два начало месяца я я зашла в магазин давно хотела понюхать новый аромат от каролина херре который в черной туфельке во флаконе в виде черной такой большой туфли на высоком каблуке и наконец-то его понюхала он мне очень понравился но я поняла что он очень незнакомый что-то мне очень сильно напоминает и он мне напоминает armani code который у меня был когда-то и напоминает аромат от кристина агилера вуман то есть она вместо того чтобы покупать новый парфюм потому что мне моих парфюм уже некуда складывать я просто достала имеющиеся и пользовалась им пока мое желание купить новый парфюм не прошло вот очень нравился очень классный парфюм и очень недорогой и второй парфюм который использовала вторую половину месяца очень много это мой постоянный павори фаворит ли жарда до монсерли от армия новый мой флакон 100 миллилитров обожаю этот аромат свежий как будто немножко цитрусовые но при этом сладкая цитрусовость немножко водянистый какие-то раз зеленые растения он напоминает запах оранжереи зимнего сада чего-то очень влажного теплого и вместе с тем свежего очень приятный аромат очень его люблю мой использовала флакон 50 миллилитров и вот купила следующий стул это были все мои продукты которых хотел рассказать которые мне запомнились январе которые доставлены огромное удовольствие в январе надеюсь вам было интересно напишите мне в комментариях если вы хотите чтобы я продолжала делать видео о фаворитах какого-то месяца потому что зачем делать то что никому не интересно вот так спасибо что смотрели и увидимся пока